Вы смотрите Накипело на ТНТ Онега. Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях депутат законодательного собрания Республики Карелия Евгений Ульянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Самая острая, пожалуй, тема этого года и последующих, наверное, это пенсионная реформа в России. Скажите, ваша позиция, она все-таки какая? Выйти на протест, всеми правдами и неправдами отменить эту реформу? Что вы хотите? Я только слышу, что митинги какие-то проходят, но толку от этого пока? Какие последствия? Прежде всего, хотелось бы сказать, что это идет волна наступления на социальные гарантии людей, на социальные завоевания еще советского государства. Сейчас повсеместно со стороны власти капиталистического строя идет наступление на права, прежде всего, трудящихся, прежде всего, простых граждан. И сидеть и отмалчиваться, как вы говорите, что выходят, кто-то кричит, наверное, неправильно. Прежде всего, надо говорить о том, что общество созрело защищать свои права. Мы видим о том, что в Москве стотысячные акции протеста против этой пенсионной реформы. По всей России тысячи людей выходят, чтобы сказать нет. Я думаю, что это первый сигнал, наверное, того, что что-то в стране изменится. Прежде всего, отношение людей к высшим эшелонам власти, к людям, которые принимали этот законопроект. Мы сейчас видим по всей стране, что Единая Россия терпит поражение на выборах. Ну, хорошо, три случая пока. Ну, два, два с половиной, я так скажу. Нет, губернаторские выборы, выборы, которые идут всегда под диктовку власти, у них уже есть ставленник, они прекрасно знают, что он победит. Мы видим, что люди выходят и голосуют против Единой России. Как бы она ни включала административные ресурсы, но факты налицо. Единая Россия потеряла доверие у граждан. Ну, это ваша вот сейчас точка зрения, которую вы высказываете. В принципе, субъективная. Почему? Потому что, если уж говорить объективно, то нужно, наверное, анализ проводить. Какие-то исследования потеряла, не потеряла. Отдельная тематика. Денис, вот хотелось бы поспорить, если вы говорите, что это моя субъективная, то я очень отрицательно отношусь к государственной статистике. Но они даже заявляют о том, что самый низкий уровень поддержки сейчас у Единой России и более того, даже у президента. Скажите, вы считаете, вы уверены в том, что можно что-то изменить на данный момент? Ну, я о чем говорю? Я говорю, что население, прежде не было таких массовых выступлений людей. Прежде не было. И вот этот звонок, и я могу по своему ощущению, то, что я вижу, сказать, что власть боится этого. Ведь даже здесь, в Петрозаводске, нам ни разу не согласовали площадку в центре города Петрозаводска. Нас, митингующих, всегда отправляли на задворки города Петрозаводска. На улицу Ботаническую, в устье реки Лососинки. Прекрасные места. Это прекрасные места, но не для массового собрания людей, для выражения своего мнения. Ну, выразили вы мнение, значит, дальше-то что? Что? Дальше очень просто. Дальше Единая Россия, как партия, никогда уже не получит того процента доверия, какое было у нее раньше. Вы не зарекаетесь. Не зарекаюсь. Ни за КПРФ, ни за Единую Россию пытаюсь соблюдать нейтралитет, но я думаю, что давайте поживем и увидим, что еще дальше будет. Пока мы видим то, что люди не согласны с предложенной им пенсионной реформой. То есть, по факту сказали, что, чтобы получить пенсию, нужно долго трудиться, гораздо дольше, чем кто-то планировал. Неприятно. Согласен? Ну, можно также говорить, что даже по той же самой официальной статистике, которая у нас имеется, довольно-таки большой процент людей не доживет до этой пенсии. Вполне возможно. Ну что ж, я думаю, мы к этой тематике вернемся еще неоднократно, потому что все равно немытьем докатанем эту реформу будут проводить. Поэтому пища для наших разговоров и размышлений, она всегда будет. На этом сегодня мы заканчиваем. Я напоминаю, у меня в гостях был депутат Законодательного собрания Республики Карелия Евгений Ульянов. Вы смотрели «Накипело» на ТНТ «Онега». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok